Доброе утро, глубоко уважаемые председатели, глубоко уважаемые коллеги. В продолжении доклада Светлана Анатольевна, наверное, хотелось бы порассуждать, пофилософствовать на тему, куда мы вообще стремимся, куда мы идем. Если сложить ожидания врачей и пациентов, то что бы мы хотели получить вообще от иммунотерапии? Но в первую очередь мы хотим вылечить пациента от злокачественной опухоли. Во-вторых, мы понимаем, что иммунотерапия средства универсальна, и мы хотим применять этот подход вообще везде и всегда, опять-таки, чтобы вылечить злокачественную опухоль. Основное преимущество иммунотерапии, которое представляется связанным с двумя предыдущими пожеланиями, это должно быть конечная поддительность лечения. Потому что если мы говорим об излечении, пациент не может лечиться вечно. Вечно может лечиться только хроническое заболевание. Безопасное лечение. Это главное ожидание пациентов от иммунотерапии, что это лечение, которое будет действительно безопасным. Ну и, конечно, нам надо, чтобы это лечение было доступным, потому что, собственно говоря, возможность его использования определяется именно этим пунктом. Итак, что же мы имеем на сегодняшний день? Потенциальную возможность излечить пациента с метастатическим процессом, с четвертой стадии, от солидной опухоли, мы показали уже довольно-таки давно. Первый препарат из иммунотерапевтических средств, который это показал, это было применение высоких доз интерликина-2 у больных меланомой и раком почки. Да, это было малое количество пациентов, но те, которые достигали полного регресса, в общем-то, фактически были излечены, как показывают результаты более чем 20-летнего наблюдения за этими пациентами, представленные на данном слайде. Когда мы можем говорить, что мы вылечили пациента? Это сложный вопрос, в онкологии он нерешенный, но теоретически мы можем предположить, что если риск прогрессирования будет равняться риску заново заболеть в общей популяции, то это где-то вот то самое место. Когда мы этого достигаем? При одевантной терапии, как показывают исследования Чикмейт и РТС, мы такого состояния можем достичь через 3 года после применения неволумаба или через 7 лет после применения ипилимумаба или интерферона альфа в одевантной терапии. То есть, в принципе, с этого момента у пациентов риск заболеть заново другой болезнью и риск прогрессирования предыдущей болезни сравниваются. Что касается метастатического процесса, Чикмейт-67 – самая эффективная терапия меланомы, комбинированная иммунотерапия, здесь риски где-то выравниваются на комбинированную иммунотерапию после 5-6 лет наблюдения. Длительность иммунотерапии – другой вопрос, который совершенно не решен. Мы знаем, что особенно в ранних исследованиях мы могли завершить иммунотерапию через 2 года, кто-то завершает раньше, при меланоме особо большой разброс возможности завершения иммунотерапии. Но действительно ли это так? Действительно ли мы можем закончить терапию и не повлиять на эффект лечения? Вот здесь показано 2 таких достаточно больших исследования. Одно Чикмейт-153, оно прямо ставило вопрос, можем ли мы завершить лечение через год после начала терапии неволумабом или должны продолжать его длительно. И оказалось, что те пациенты, которые продолжали лечение длительно, все-таки в отдаленном плане имеют преимущество по общей выживаемости. При меланоме вопрос совершенно другой. Здесь представлены результаты метаанализа, изображены на основании данных такого обзора различные исследования, которые оценивали риск рецидива заболевания после определенной медианной длительности терапии. И пациенты прекращали лечение по разным причинам. У кого-то зелеными точками обозначен был полный регресс. Мы видим, в принципе, достаточно низкие риски рецидива и очень короткую иногда от 3 месяцев, там где-то до 12 месяцев, иногда до 24 месяцев длительность лечения. Если мы посмотрим на пациентов с частичным регрессом, здесь не настолько хорошие результаты, гораздо выше риски, больше разброс этих рисков. Со стабилизацией заболевания разброс еще больше. Поэтому вопрос все-таки остается нерешеным. И опять-таки он должен быть переведен в плоскость биомаркеров. Наверное, мы можем остановиться, но далеко не у всех. Универсальность метода. Если мы посмотрим на изучение иммунологических характеристик злокачественных опухолей, мы видим, что, например, по экспрессии иммуногенных раково-тостикулярных антигенов, эта работа была выполнена у нас в центре, мы видим отсутствие качественных различий в профилях экспрессии раково-тостикулярных антигенов. Мы видим одни и те же кластеры при разных злокачественных опухолях с разной степенью экспрессии. То есть, в принципе, мишени, которые распознает иммунная система, они довольно-таки равномерно распределены. И мы будем иметь с точки зрения иммунной системы при разных злокачественных опухолях типовые клинические ситуации. Научные достижения говорят нам о том, что иммунологические проблемы, связанные с злокачественным ростом, они типовые, и они приводят к трем главным синдромам. Это либо отсутствие реакции иммунной системы на злокачественную опухоль, это активная иммуносупрессия и это дезорганизация. И к таким результатам приводит большое количество различных состояний. Они отражаются не только в опухолевом очаге, они отражаются вообще в иммунной системе в целом. Реализуется ли на практике наше представление об универсальном характере иммунотерапии? Ну вот, благодаря революции, совершенной антипедиодинной антицитля-4 терапии, в первую очередь антипедиодинной терапии, был предложен в 2017 году термин педилома. Что мы имеем к 2023 году через 5 лет? Мы имеем большое количество заболеваний, при которых действительно эффективно применяется антипедиодинной терапии. Мы на сегодняшний день у определенной группы пациентов при каждом заболевании можем назначить это лечение, если у них есть, соответственно, агностические маркеры. Но есть пациенты, у которых этот подход оказался неэффективен. То есть да, это достаточно универсальное средство, но один препарат явно не будет помогать всем больным. Надо искать подходы. И мы видим, в общем-то, три паттерна чувствительности, которые нам говорят о том, что есть опухоли, как меланомы, например, это график С на данном слайде, где мы сразу получаем преимущество над другими вариантами лечения. Есть пациенты, где преимущество получается после определенного периода времени, благодаря тому, что эффекты длятся долго. А есть варианты, где существуют две отдельные когорты пациентов. Одни совершенно нечувствительные к такому подходу, другие очень чувствительные к такому подходу. И вот как раз для таких локализаций, в том случае, если пациентов нечувствительных больше, мы не будем видеть эффекты иммунотерапии. Но, тем не менее, это не значит, что данный метод полностью неэффективен у этого заболевания. Скорее всего, когорты чувствительных пациентов просто довольно-таки мала. Как у нас развивалась иммунотерапия? Иммунотерапия развивается очень длительно. И используется комплекс подходов для достижения цели. Это и синтез моноклональных антител для поражения конкретных мишеней на опухолевых клетках. Это синтез антител уже для регулирования функций иммунной системы, которым получены наибольшие в последнее время успехи. Это различные подходы к клеточной терапии, направленные как на замещение функций иммунной системы, синтез активных эффекторов иммунных клеток, кара лимфоцитов, кара НК клеток на сегодняшний день, геномодифицированных лимфоцитов, так и анализ функций цитокинов, который немножко подутих сейчас, но раньше тоже вызывал такой же бум, как и антипедиадин-терапия. Это клеточная терапия, направленная на улучшение распознавания антигена. И различные комбинации этих методов скорее дают нам улучшение выживаемости пациентов. Но сможем ли мы сделать какой-то один препарат, который излечит всех пациентов и решит все вопросы? Это вряд ли, потому что, скорее всего, нам надо будет очень рационально применять комплекс препаратов последовательно, параллельно или при разных симптомах. И здесь получается двойственность некоторого лечения. Увеличение количества препаратов – это хорошо, но мы знаем, что на сегодняшний день весь этот процесс отдан в руки производителя. Мы не можем изменить даже регистрационное удостоверение, вот как врачи, даже если мы знаем, что препарат где-то работает или не работает, регистрационное удостоверение меняет только производитель и разрабатывает препарат только производитель. И вот точка зрения производителя, что чем больше дохода производителя, тем больше он тратит на разработку. И если мы поднимем, как вот здесь внизу на желтом графике написано американское исследование, если мы поднимем расходы на продажу препаратов, у нас будет немножко больше новых препаратов и сильно больше генерических препаратов. Но кривая расходов, она в общем-то не совсем линейна, особенно в последнее время. Количество трат на разработку не меняется, но накопленный эффект сказывается, новые препараты все-таки увеличиваются и появляются. Но это точка зрения производителя. Производителю надо, чтобы продажи росли, чтобы препарат применялся массово, желательно без особых ограничений. Безусловно, когда теряется патент, появляются на рынке генерики и они снижают цены на лечение. Хотя, как вот показало наше исследование, после появления первого, второго, третьего, четвертого года воспроизведенных препаратов, это как настоящие генерики, цитостатики, таргетная терапия, так и некоторые биологические молекулы. Цены на оригинальный препарат-то не всегда сильно снижаются. Цены на генерики сами, они появляются, они снижаются с увеличением количества лет генерика на рынке. Но самое главное, доступность препарата растет. И вот здесь показано, например, рост доступности на 5000%, это в 50 раз. То есть, в принципе, появление новых препаратов расширяет наши возможности в отдаленной перспективе, это снижает цену препарата. Но есть и обратный момент. Если препарат долго на рынке, если препарат стал уже дешевым, производителю неинтересно изучать его дальнейшее применение, производителю неинтересно делать какие-то исследования, которые потенциально могут ограничить применение препарата. Поэтому вряд ли у нас будут рандомизированные исследования, изучающие сильно краткосрочность применения терапии. Потому что производитель заинтересован, наоборот, в продлении применения терапии. Здесь как раз важна роль медицинского сообщества, академического сообщества, которое может решать этот вопрос. Мы можем подумать об оптимизации стратегии по более эффективному использованию препаратов, в том числе с использованием каких-то вещей, которые, может быть, давно уже были. Потому что ведь если изобретается новый препарат, который эффективнее предыдущего, это же не значит, что предыдущий теряет свою эффективность. Предыдущий тоже работает. Просто есть препарат с более эффективным подходом. А старый препарат, условно говоря, мы иногда с ним прощаемся, но это неправильно. Мы должны думать, как мы его еще можем эффективно использовать. Иногда это речь о комбинированном лечении, а иногда это просто речь о какой-то определенной последовательности применения. Возможно, об ограниченной популяции пациентов, где препарат все-таки окажется полезен. Опять-таки вопросы равной эффективности встают. Ведь не обязательно изобретать препарат, который будет точно лучше, чем имеющийся препарат. Достаточно изобрести препарат, который равноэффективно обладает какими-то другими преимуществами. Другим механизмом действия, например, или другим профилем токсичности. Это тоже будет полезно. Что для этого надо сделать? Надо опять углубляться в изучение биологии опухолей. Как раз вот такой подход в изучении биологии. Ксалан Анатольевна уже сегодня затрагивал этот вопрос. Привел к тому, что мы внедряемся в разные формы и начинаем понимать, что ранние формы, например, они отличаются от поздних форм. Это другое заболевание. И препараты, которые воздействуют на ранние формы, они могут быть совершенно другими. У них другие требования и другие механизмы резистентности. Есть ли различия в эффективности между ранней и поздней формы? Конечно, есть здесь показано исследование рака лёгкого, химии монотерапии с антипедиадин препаратами. Монотерапия антипедиадин препаратов. Мы видим, что для раннего и позднего немного клеточного рака лёгкого, по крайней мере, по частоте клинического эффекта, это совершенно разные вещи. Но к чему мы привыкли? Мы привыкли, что мы новый препарат включаем в исследование сначала на самой поздней фазе лечения злокачественной опухоли, когда у пациента исчерпаны все рекорственные возможности лечения. Будет ли эффективен такой препарат? Мы не знаем. Но фактически мы можем потерять эффективный препарат, который предназначен для профилактики, который хорошо сработает именно в одевантном режиме. Это, в общем-то, история очень большого количества вакцин, которые провалились в первом поколении достаточно серьёзно, потому что из-за особенностей подхода, из-за особенностей технологии, недоизученности технологии, в том числе из-за того, что их пытались применять при исчерпанных возможностях лечения. А их наилучшие показания – это профилактика. Результаты нашего исследования – генномодифицированная вакцина – самый эффективный подход в одевантной терапии меланомы, при этом самый неэффективный в метастатическом процессе. Поэтому здесь тоже нам до какой-то степени надо пересматривать парадигмы. Конечно, для иммунотерапии ключевым является отбор пациентов и анализ биомаркеров. Причём это не должен быть анализ однократный, ведь иммунная система и опухоль меняются постоянно с течением времени. Мы должны иметь возможность повторного анализа ситуации, адаптации нашей терапевтической стратегии. Логично, конечно, оценивать состояние иммунной системы. Но как мы это делаем? Есть две точки зрения. Одна, что всё происходит около опухолевого очага, надо смотреть всё в тканях. Другая, что всё происходит в системе, надо смотреть системно. Единственная среда, которая связывает все компартменты, где происходит иммуноответ, это кровь. Можем ли мы что-то из этого получить? Конечно, мы должны комбинировать эти подходы. Но в целом, используя даже состояние периферической иммунной системы, можем получить неожиданные результаты. Например, вот здесь представлены результаты прогнозирования и прогрессирования пациентов в зависимости от того, продолжит он лечение или прекратит лечение. Нам удалось выделить группу пациентов, которые вне зависимости от продолжения или прекращения лечения будут иметь прекрасный прогноз. Мало вероятно, что они запрогрессируют. У таких пациентов, скорее всего, мы можем объективно завершить иммунотерапию. То есть у нас появляются какие-то критерии объективизации. Вопрос, когда мы занимаемся прогнозом, тоже, в общем-то, довольно-таки важен. Какие факторы определяют эффекты, какие факторы определяют токсичность? Здесь могут быть большое количество факторов. И различные парамальфизмы, и содержание отдельных клеток иммунной системы. Причем не только ТБ-лимфоцитов. Это могут быть и клетки врожденной иммунной системы. Они тоже играют важную роль. Тут в иммунологии вообще в последнее время открываются целые новые системы клеток, которых раньше не видели. Это система регуляторная. У нас могут быть различные иммуносупрессивные фенотипы в опухолях. У нас могут быть различные факторы, связанные с полом, связанные с возрастом, связанные с особенностями реагирования, связанные с внешними совершенно условиями, с сопутствующими инфекционными процессами. Все эти факторы очень сложно учесть. Но сложностью представляет и то, что мы прогнозируем. Как задать компьютеру вопрос, на что мы будем обращать внимание? На ответ на лечение. Это краткосрочный ответ. Он может не отражать выживаемость, особенно эффективность иммунотерапии. На риск прогрессирования. Но этот параметр может меняться с течением времени. Риск смерти. Та же самая ситуация. Это еще более сложный. Мы применяем разные методы лечения. От их комбинации будет зависеть риск смерти. Риск нежелательных явлений. Тоже вопрос довольно-таки сложный. А какие нежелательные явления мы хотим прогнозировать? Все вообще? Или только нежелательные явления третьей-четвертой степени? Это совершенно разные пациенты. Что касается нежелательных явлений, сложность еще в том, что нежелательных явлений от иммунотерапии, как мы сейчас знаем, их огромное количество. Может быть, их не так много у каждого конкретного пациента, но относительная редкость отдельных тяжелых нежелательных явлений, она ставит определенные сложности. И методы доказательной медицины рассчитаны на включение большого количества пациентов. Рандомизированные исследования, например, по управлению кардиотоксичностью, его крайне сложно сделать. Пациентов мало, их надо вовремя найти, вовремя предугадать. Как проводить рандомизацию, тоже непонятно. Что говорит нам реальная клиническая практика? Реальная клиническая практика двояко описывает ситуацию. В исследовании отбирают пациентов, которые обладают отличным общим состоянием. В реальной клинической практике мы применяем препарат, иногда в надежде помочь пациенту, который никогда бы не включился в клинические исследования. Что в результате получается? В результате растет частота нежелательных явлений. Но с другой стороны, мы знакомимся с работой в отдельных регионах, мы видим, что не всегда пациенты с нежелательными явлениями так хорошо регистрируются. Нам даже сложно оценить, какова на самом деле частота нежелательных явлений. Потому что некоторые нежелательные явления иммунопосредные, очень сложно дифференцировать от других причин. Требуется огромный диагностический поиск, что явно, особенно при небольших интенсивностях, нежелательного явления не будет выполнено. Поэтому здесь работа с нежелательными явлениями – это такая коллективная и сложная работа, которая все-таки должна проводиться для того, чтобы мы действительно могли сказать, что мы безопасно можем лечить пациента. Вот пример поиска биомаркеров для нежелательных явлений, который недавно был буквально опубликован. Это изучение репертуара клонов Т-лимфоцитов для поиска клонов, которые могут поражать миокард. Возможно, таким способом мы будем диагностировать и профилактировать нежелательные явления, потому что, в принципе, если мы будем заранее знать, что искать, эти тесты уже будут не настолько сложны. Итак, подходя к итогу рассуждения такого, как мы можем ответить на поставленный заранее вопрос, оправданы ли наши ожидания от иммунотерапии? Что касается излечения из-за 2-качественных опухолей? В принципе, да. Но мы понимаем, что пока что это далеко не у всех пациентов. Мы должны идти увеличивать долю пациентов, которых мы действительно можем вылечить. Универсальность средства. В целом, иммунотерапия – подход универсальный. Мы это на сегодняшний день знаем. Но для отдельных средств и для отдельных методов это явно не универсальный подход. Мы должны рационально применять различные подходы, средства, методы и не забывать о взаимодействии с другими лечебными опциями. Конечная подлительность лечения. Да, вероятно, это конечное лечение. Когда заканчивать? Нам еще предстоит это понять. Предстоит провести много работы, прежде всего, именно нам, а не фармацевтическими компаниями-разработчикам. Безопасность лечения. Иммунотерапия относительно, конечно, безопасна. Но осторожность при применении иммунотерапии нужна. Потому что бывают редкие, но очень тяжелые иммуно-посредственные нежелательные явления. Здесь нужна бдительность не только врачей-онкологов, но и вообще врачей всех специальностей. Потому что пациенты после введения могут получить нежелательные явления через отдаленное время. И они придут уже к врачу любой специальности с той проблемой, которая у них возникнет. Должна быть настороженность. И доступность лечения. Да, безусловно, мы еще не знаем, что любая современная иммунотерапия, это может быть доступным лечением. Но, тем не менее, мы можем делать дополнительные какие-то действия регуляторные, теоретические, практические, для повышения доступности этих компонентов. Спасибо за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok